Соседский мальчик решал задачу. Вова с Петей собрали грибы. Один собрал восемнадцать, другой на шесть больше. Требовалось узнать, сколько грибов собрал Петя. Папа стал думать, кто же из мальчиков Петя. Мама стала объяснять, что больше это столько же, да еще плюс шесть. Но тут с дачи вернулась бабушка. Бабушка сказала, может быть половина из этих грибов были поганки. Они их выбросили, а мы должны считать. И это был правильный ответ. Любой дачник — это человек, который зрит в корень и мыслит практически. Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». Сегодня расскажем о том, как ездили в гости в СНТ Эльбатрос. Это общество создавалось дальневосточным морским пароходством. Представляете, на каждом втором участке можно было встретить известного на весь Дальний Восток капитана. В СНТ и сегодня бережно сохраняют традиции, заложенные первыми дачниками. В год 75-летия Победы на территории СНТ Эльбатрос появилась Аллея Победы. А началась она с того, что неравнодушный человек Любовь Ивановна Микелешвили с дочкой Наной вышли за калитку навести порядок на общественной территории. Тут был страшный бурелом, вообще даже машины не могли проехать, тут все цеплялось. Очень большой труд, тяжелый, вот эти все деревья переносить вот туда, все это выреза. Зимой каждые три дня они ездили, каждые три дня убирались. Таскали, потом это все это косили, потом всадили, шины. Страшный труд. Когда уже поняли, что Любовь Ивановна навела порядок, мы уже поняли, что здесь мы разобьем фруктовый сад. Идея такая пришла в голову, что весной расцветают фруктовые деревья, яблони, сливы, груши. А по осени детки бегают, спокойно их собирают, кушают. Ряд сиреней, прямо ряд сиреней. Тут калина у нас, тут и вот спиреи, яблони, а уже потом яблони, груши. И даже кустики вон смородины воткнули. Не знаю, будут расти кустики смородины. А вот подальше, чтобы бурелом закрыт, тыкву насадили, она цветет как лилейники. Красиво цветет. Ну, людям нравится, людям нравится. Ну, мы понимаем, что это, конечно, труд большой и времени много. Не каждый имеет такую возможность. Это честно, не каждый имеет такую возможность. Я тут живу, я не работаю, я на пенсии. Традиции будем мы немножко продолжать. Весна у нас еще... Да, постараемся. Весна у нас еще впереди. Думаю, что наши садоводы нас поддержат. И на следующий год каждый по деревцу посадит на нашей аллее. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». В октябре вышел очередной пятый номер журнала. Как всегда, это 68 страниц полезной информации, в том числе рассказы о победителях городского конкурса садоводов, который в этом году проводился в восьмой раз. Сегодняшний выпуск программы мы снимали в Сент-Эль-Батрос, где среди прочих достопримечательностей есть колодец, которым пользуются уже 40 лет. Кстати, расположен он на участке семьи Микелешвили. Любовь Ивановна не только борет за красоту общественных пространств. У нее и на участке есть на что посмотреть. А соседи частенько приходят к ней, чтобы набрать воды из колодца. Дочка проявила такую инициативу, поехала на берег реки, привезла и вот такую красоту создала. Очень всем нравится. Какая вода у вас? Очень хорошее проверили, очень хорошее. Все берут соседи, все берут воду. В этом году хороший урожай. Хорошие помидоры, огурцы, свекла, морковь. Очень хорошее. Вы знаете, я сейчас приветствую, конечно, за теплицу, поэтому базилик был выше человеческого роста. В жизни я не увидела такого базилика, вот у меня в теплице. Поэтому хороший урожай. Хороший. Несмотря на погоду, вот такую непредсказуемую. Любовь Ивановна, это лучок ваш? Это лучок этого года. Да, хороший урожай в этом году лука. Очень хороший. Отойди. Ой, хороший, да? Вот такой прям короче. Но не очень крупный, да? А мне не нравятся крупные, я довольна. А какой лук выращиваете? Понятия не имею. Ешь бы была луковка потом к столу. Ясно. Насколько вам хватает этого лука? Я думаю, на год хватает. Не знаю, до нового года точно хватит. Как у вас собака на даче? Она же по грядкам бегает, нет? Нет. Нет. Не бегает. Не бегает? Не бегает. Ну, вот она у меня трещина. У нее есть газон. Газон, да. Этого достаточно. И улица. И она воспитанная, она понимает, что надо ходить по междуряде. Да, совершенно верно. Как вам удалось? Очень собаке нравится, конечно. Конечно. Домой приезжает, она в шоке. На диване лежит, она не может понять, куда ее привезли. А эти вот пустые грядки, все черные, это я все обновляла землю, старую вывозила. Ну, 40 лет дачи. Уже не земля, а цемент. И вот новая земля, песок. Вот. И почему нет цветов? На следующий год уже будут цветы. Ну, вот эти грядки будут под овощи, тоже землю обновила. Ну, начало это, конечно, цветочки, а вот те на дальнем плане, это будет все клубника. Напоминаю, в первые дни октября вышел новый номер журнала «Сады и огороды Приморья». На обложке георгины. Материал об этих цветах есть на страницах журнала. А мы продолжаем с вами экскурсию по СНТ «Эльбатрос» и отправляемся на участок Натальи Ореховой. Георгины – это как раз ее любимые цветы. А еще на участке есть чудесная двухэтажная беседка, фонтан и камин. С самой дачи уже лет 45, наверное, точно не скажу. Но мы здесь только последние 10 лет, Хызеева. Ну, вот сильно, конечно, преобразили ее, эту дачу. Были сплошные грядки у нас здесь, все было вот как наши советские любимые времена – картошки, помидоры, морковки, все. Но мы решили сделать вот такой мини-садик. Ну, это георгины бордюрные. Я собираю серию гэллери бордюрных георгин. Они очень красивые, они низкорослые, они разных цветов и очень интересно называются. Автор, который эту серию придумал, он их называл «Рембрандт», например. Потом у нас гэллери «Кобра» есть, гэллери «Арт». Вот хризантемки, но корейские хризантемы пытаюсь разводить. Они должны хорошо перезимовать нашу зиму. И расцветают раньше, чем простые хризантемы. Поэтому я решила только корейскими хризантемами заниматься. Это мой муж сделал фонтан своими руками лет шесть назад. Лет шесть назад он у меня увлекается камнями, собирает их, в Дальнегорск ездит. И мы решили сделать вот такой фонтанчик, вот он сделал. А в будущем у нас планы здесь всевозможных вот таких камней красивых, которые у нас здесь просто сейчас под цветами, не всегда их видно, сделать стилизованный замок. Дома мы мечтали сделать в доме камин. Мы очень любим по вечерам сидеть и греться, и смотреть на огонь. Но домики у нас старенькие, поэтому мы решили поставить камин на улице. Он работает очень просто. Вот такие вот штыречки, две штучки. Здесь дырочки есть. Они вот так вставляются. Один, второй. И туда ставим сетку с шашлыками, с рыбкой, с чем угодно. Если нужно дымком продымить, то ставим прямо наверх. Тоже сеточки у нас всевозможные есть. И когда сидишь, все друзья садятся около стола, мы здесь ставим стулья. В общем, прекрасно. Вечером это замечательный выход на дачу, когда хочется какого-то камина и тепла на улице, на красоте. Это сооружение специально для моего младшего сыночка Семена. Было построено, чтобы он здесь играл, чтобы с удовольствием приезжал на дачу. Это его личный домик. Там есть свет, есть столик, есть маленькая тахта и даже старые его игрушки. Сейчас ему уже 19 лет, но сюда он приехал, когда ему было 7 лет. В итоге внизу у нас отдыхают взрослые, а наверху у нас бегают, гуляют дети. Ждем внуков, вот покрасим. Я думаю, внуки скоро будут также здесь играть. Садим немножко баклажан, немножко перчиков. Мы поставили теплицу в прошлом году. Там у нас помидоры, огурцы. Вот еще даже немножечко до сих пор есть. Это как бы выход для наших городских жителей. Вот именно такой вариант сада иметь. Немножко сада, немножко цветника. Тепличку поставить для огурчиков, помидорчиков. И я считаю, что как бы вот достаточно. Если нет совсем маленьких деток, если будут внуки, конечно, может быть, я задумаюсь еще грядочку какую-то разбить, чтобы свеженькие были побольше овощей. Как говорится, своих. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Напоминаю, что недавно вышел свежий номер журнала. Приобрести его можно на почте, в садовых магазинах, в киосках прессы и в редакции. Но лучше оформить подписку. Сделать это можно, не выходя из дома, на сайте Почты России. Кстати, в последнем номере журнала агроном Виктор Юн дает рекомендации по осенним обработкам сада. А мы продолжаем экскурсию по СНТ «Эльбатрос», где есть свой признанный агроном Надежда Ивановна Девкина. Она один из самых опытных садоводов товарищества. За ее урожаями не угнаться никому. Именно поэтому соседи обращаются к ней за советами. Лук, чеснок вырос, перец сладкий, горький перец. Ну, в общем, урожай в этом году много было. Всякой тыквы много. Патиссоны, кабачки, малины в этом году очень много было. Года четыре мы не видели этих помидор. Все, погода плохая, отвратительная была. Все это фитофтора съедала. Вот. А в этом году уже помидор очень много было. Надежда Ивановна, ну вот все говорят про вас. Надежда Ивановна – агроном, Надежда Ивановна – агроном. Это вот почему? Ну, просто надо любить землю. Вот. Я по гороскопу дева. Заряжаюсь от земли. Вот поэтому я здесь и нахожусь все время. Вот. Дома я не могу сидеть. Мне очень плохо. На дачу выезжаю. Другой раз я, хоть это инвалид по гипертонии, другой раз тут и забываешь даже таблетку выпить. Потому что хорошо. Вот. Себя чувствуешь. Ну, все-таки все в одни руки или кто-то вам помогает? И вот как вы все это успеваете? Одна. Я успеваю. Я здесь живу, и я успеваю потихоньку. Для вас важно, чтобы что-то выросло? Или важнее того, чтобы воздухом дышать на природе? Ну, естественно, в первую очередь, конечно, это воздухом дышать. Ну, и потом хочется же вырастить что-то свое собственное. Без всяких там добавок этих удобрений и прочее. Все чистое, экологическое. Вы это утрудитесь? Да, 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 да. Устаете? Ну, другой раз и устанешь, конечно, но ничего. Вечерком ляжешь, полежишь. Утром встаю. Я встаю очень рано. В пять часов я уже подъем, особенно лето. В шесть часов я уже на участке. До двенадцати поработала. Жара. Все, я ухожу. Потом вечерком. Вода своя на участке. Вон, это самое. Скважину сделали. Красота. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Октябрьский номер можно приобрести в почтовых отделениях, киосках прессы, садовых центрах или в редакции. Читайте про обрезку актинидии, осенней обработки сада, о пользе золы и борьбе с бактериальным раком плодовых деревьев. А в рубрике «Подворье» читайте об индюках, которые пока встречаются гораздо реже, чем куры. Но бывают еще и более редкие домашние питомцы, чем индюки. А хозяйка этой экзотики – председатель СНТ «Альбатрос» Елена Дудник. У нас в обществе выращивают картошку, а Елена Анатольевна французскую кухню любит. И у нас улитусы на участке растут, да? Вот как начинается сезон у нас на огороде, и траву я привожу, и огурчики, все съедают досконально. А вот китайское что-то вот сразу. Если этот, и мы даже и не это, и что-то не предлагаем. У кого что, домашнее животное, а у вас вот это. И вы их возите с дома на дачу, с дачи домой, да? У них имена есть? Вот это Матильда, а вот это Матильда, вот это Василий, вот это Матильда, а вот этот маленький Гэри. Ну, как-то так назвали их дети, потом маме отдали их. Вот мы с ними возимся, да, мы с ними возимся. А сколько вообще они лет живут и для чего они нужны? Ой, много. Ну, если честно, мне вот как бы, как в косметологии, у них вот эта слизь хорошая, они вот на лицо я собираю и мажу лицо. И ножны в ванной с ними. Да, на ножки кладешь, вот их, они вот ползают тоже, ну, говорят, слизь как бы полезная. Вот, если честно, я вот что-то вот подумала, в этом году, вот когда с ними повозишь, а мне кажется, они плохую энергетику снимают. Мне прям от них хорошо, вот просто хорошо. Хотя вот некоторые говорят, ой, там это, ну, ничего, это они такие прям. Ну, я еще пока не почувствую. И они умненькие такие, а рука чужая, рука чужая. Да, они даже, она даже не выходит. Потому что я же их мою постоянно дома каждый день, и они знают руку. Африканские вот улитки, а хотенья они называются. Вот если, например, вы уехали куда-то в отпуск на месяц, они смотрят, нету, покушать нечего, они засыпают. У них анабиосы, они ждут. Они спят, они в этом плане, если честно, очень хорошо. Потом приспоснулись и кушают они дальше. Но дачу они любят. Дачу очень любят. Вот, они очень хорошо едят хрен. Ну, а остальные фрукты, эти овощи, фрукты, там, ягодки, я им, ну, конечно, это, клубничку они так чукрают хорошо, а вот что покрупнее, надо, конечно, резать. Хрен вообще хорошо едят. А живут они вот на даче и дома в коробке, да? Конечно, а так их съедят, ежик съест, змей, вон у нас тут уж живет, он его, кусок мяса сразу слупит. То есть, если вы его привозите на дачу, то надо следить, чтобы никто... Да-да-да, ну, они вот чуть-чуть побудут, потом на вечер заношу домой. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Сегодня нас пригласили в гости в СНТ «Альбатрос». И прежде чем мы продолжим нашу экскурсию по этому дачному обществу, хочу спросить, вы верите в магические предметы? Нет? Тогда чем объяснить тот факт, что стоит нам показать нашу походную ложечку, как мы тут же оказываемся за столом? Вот и в СНТ «Альбатрос» нас ждали не только улитки, но и чудесный торт в виде лесного ежика и просто волшебные шашлыки. А разговор шел о том, что председательская шляпа тяжела так же, как шапка Мономаха. Вы даже не поверите, в 2015 году было общее собрание, я как собственник пришла на общее собрание и стала самовыдвиженцем. Юридические моменты документации было утеряно, и поэтому бывший председатель много сил потратила, чтобы эту документацию восстановить. Дело в том, что когда документы восстанавливаются, их не видать. Естественно, немножко запускается хозяйственная деятельность. Это я понимаю потом уже с годами. Да, некоторые там, когда вот сейчас начинают председатели, сразу хвататься там, ремонт дорог там, свет там, что-то это, а нет юридических документов. Что нам удалось? Ну, сплотить коллектив. Да, в первую очередь сплотить коллектив. Ой, в первую очередь, если честно, я вам скажу, в 2015 году, когда я стала самовыдвиженцем, и мы до этого два года не могли поменять провода. Висели еще алюминиевые, продаем, было бы 40 лет. И мне это так все это делать надоело, я говорю, в июле собираем собрание. И вот я на собрании, честно, слово выступила, сказала, если мы не поменяем провода, больше даже не подходите ко мне ни по какому вопросу. И мы 1 октября 2015 года меняли провода. Свет – это самое главное в обществе, я так думаю. Но потом дороги. На том же собрании я сказала, так, давайте так, разделим собрание, общество. Ну, вот как у нас квартира, коридор, у нас же везде чистота, порядок, и 3 комнаты. Вот у нас так идут. Центральная дорога, коридор и 3 комнаты. И вот мы здесь убираем. И ваши больших улицы. Да, все. Вот мы так и поддерживаем. Не надо раз там в 3 года ремонтировать дороги. Надо каждый год поддерживать, и будет все прекрасно. По чуть-чуть. Но от людей тоже много зависит. Они тоже идут все, если честно, навстречу. Осень, под кашем, вокруг участков, пожарные проходы. Расскажите про ваше замечательное объявление, которое до недавнего времени висело. А, покосил себе? Не забудь покосить соседу. Если долго видишь, что соседа нету. Не, ну, действительно, болеют люди. Бывает, ну, уже возраст там что-то это. И, ну, кто-то там в силу своего времени не может приехать. Но потом сосед откликнется, и тебе покосят. Оно так и есть. А вот шляпа у нас, она такая, тоже в 16-м... Прямо как из Гарри Поттера. Она в 16-м году была, мы делали праздник урожая. И вот мы там участвовали в этой шляпе. И она у нас какая-то, не знаю, она вот какая-то у нас счастливое общество. Мы везде с ней, вот на всех праздниках. Вообще мы довольны, конечно, обществом, правлением, большим сдвигом. Большие сдвиги у нас, казначей, председатель. Молодцы. Виталий, ну, ваша супруга настаивает, что у вас шляпки нет этого. Ну, он не требует ни замочки, ничего. Попробуйте, скажите. Как оно? Ну, для того, чтобы узнать, надо попробовать. Это сильно хлопотно? Это хлопотно. Для меня это хлопотно. Постоянно. Ну, половина ее забот. Надо как-то все равно привезти, отвезти, порешать. Она же советуется со мной, в конце концов. Ну, как-то вот с другой. Ну, так, да, да. Это ее, ее участок. Я на третий год после свадьбы подарил ей просто этот участок, купил. А ей хотелось хозяйствовать, я ее взял. Вместо шубы. Или шуба, или дача. Пожалуйста, дача. Ну, здесь, в общем, много капитаны, заслуженные капитаны. Ну, это общество такое морское, как все это было задумано. Да, 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 да. Поэтому здесь контингент такой, в основном морской. Морской, воспитанный на морских традициях. Ну, и порядок морской, я так думаю. На этом наша программа подошла к концу. Читайте журнал, заходите на сайт, смотрите нашу программу. И знаете что? Если хотите найти спутника жизни, неотягощенного многочисленными родственниками и друзьями, прислушайтесь к совету знающих людей. Присмотритесь к тем, кто вынужден покупать себе кабачки. А мы желаем, чтобы рядом с вами всегда были те, с кем можно выращивать кабачки и любые другие овощи. А по вечерям смотреть на звезды и пить чай с вареньем из собранных на грядки клубники, жимолости и смородины. До встречи в ноябре! Продолжение следует...